Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Здравствуйте! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций дает нам божественные послания на самые важные темы, волнующие нас в современности. Сейчас, когда вы смотрите это видео, мы находимся в Гуа, в Индии, но это интервью, которое вы сейчас увидите, интервью Арчена, оно было записано в Москве на студии телеканала «Россия-1», где Арчена говорит о самых важных событиях, которые произойдут в 2024 году и в будущем. Сегодня мы начинаем эту серию и приглашаем вас к просмотру интервью с Арчена в студии телеканала «Россия-1». Рады видеться! Я напомню нашим зрителям, что ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, делиться этим видео в социальных сетях надо в самом начале видео. И обязательно досматривайте видео до конца. Вот все эти факторы, они приводят к тому, только эти факторы, что YouTube распространяет это видео на широкую аудиторию. Таким образом, вы становитесь соучастниками распространения добра, который идет из нашего канала в мир. Поэтому проявляйте активность, пожалуйста, прямо сейчас. Арчена, добро пожаловать! Вновь рады видеть вас в этой студии. Эти аплодисменты, конечно, же вам. Как всегда, вы потрясающе выглядите! Арчена, сейчас, 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 это очень сложная ситуация в Европе. Многие люди хотят, что без русских ресурсов, газа и油, Европа будет все равно хорошо. И Европа будет победить с трудностями. Это очень важно, чтобы понимать, потому что есть огромная, огромная ошибка, которая произошла в дипломатике. Это относительно Европы и огромная ошибка в Соединенных Штатах. Здесь нужно разобраться с этим вопросом очень четко, потому что очень много иллюзий существует и ошибочного представления и в Европе, и в Соединенных Штатах. Очень важная вещь, что если вы посмотрите на ситуацию, то, что происходит сейчас, глобальные события, это относительно Европы и Соединенных Штатах, это очень грустно, потому что здесь критика, что они вообще никак не имеют мирных лидеров. Ситуация очень напряженная и надо смотреть на нее реально. Сейчас в Европе и в Америке, по сути говоря, нету лидеров, которые могли бы вывести их из кризиса. Потому что лидер – это значит, что нужно иметь критическое думание. Это значит, чтобы улучшить здоровье в их стране и привести здоровье в их экономию, не только для своего страны, но и для других стран. И когда я смотрю на энергии этих так называемых лидеров, они только следователи. Как я говорил, там нет лидеров. Но лидеры, которых мы наблюдаем сейчас, это лидеры с очень холодным сердцем и слабым видением. И то, что мы будем наблюдать в ближайшее время – это кризис. Кризис на всех сферах – политическом, экономическом, социальном. Мы сейчас обязательно поговорим о наступившем 2024 году. Но сначала мы всем хотим показать прогнозы, которые вы сделали в 2023 году. И они все сбылись с пугающей точностью. Внимание. Очень много будет протестов во всех странах Европы. Также я вижу очень много элемента огня. В некоторых странах я вижу, что люди будут пытаться свергнуть правительство своей страны. Протеста пор на криси де Агуа и Нурвуай. Эл имбалсе де Пасо-Северина и НОС. И эта ситуация очень близко относится к карту. Например, вы знаете, что машина у меня потеряется, и что машина идет на очень высокую дорогу, и они не знают, что есть очень большая петка. И это где сейчас происходит. То есть ситуацию можно упадобить водителю, который не понимает куда ведет свой транспорт, и не видит того, что впереди его ждет пропасть. Лидеры, которые сейчас управляют странами Европы, они обладают очень неразвитым сознанием, они не понимают, не видят, куда они ведут свое общество. И поскольку сами они лишены видения глубины, то и свое паству они ведут вглубь кризиса. У них они пытаются в какую-то сторону направить движение, но поскольку у них нету своего собственного понимания процессов, и они следуют слепо чьи-то указки, то они ведут в ошибочном направлении. И я вижу огромное количество политиков сейчас и в Европе, и в Соединенных Штатах, которые принимают ошибочные решения. И они не готовы принимать своих ошибок, они готовы двигаться в ошибочном направлении. Вступивший 2024 год обещает по-настоящему быть судьбоносным. Во многих странах пройдут выборы, как и где изменится власть. Год будет чрезвычайно интересным. Что я вижу? Правительства в разных странах, они повернутся спиной к своему населению. Они будут против своего населения. Особенно в Европе, в европейских странах и в США. Там будет полный хаос. И это очень удивительно, если они думают, что они могут заместить российские ресурсы, чтобы это сделать и быть заместен с другим странами. Я вижу, что этот проект уже не ошиблся, просто потому что они не могут заместить российские ресурсы. Их идея о том, что они смогут заместить российские ресурсы, она на самом деле является иллюзией. По большому счету, по-настоящему они заместить их не смогут. И то, что я вижу на перспективу следующих пяти и шести лет, я вижу глобальный раскол в Европейском парламенте. Я вижу, очень четко вижу большую энергию кризиса, который ждет весь Европейский Союз. И это энергия того разряда, которая не имеет возможности уже остановиться. То есть это уже процессы запущенные, которые уже неостановимы. Те старые программы, парадигмы, которые они использовали в своей деятельности, они более не подходят для нового времени и в новой эпохе. И те, кто собирается следовать политике Соединенных Штатов, они должны понимать, что на самом деле никакой политики у Соединенных Штатов по сути уже нет. А те, кто будет пытаться следовать этой так называемой политике, их ждет разрушение. Мы сейчас находимся у перекрестка. Перекрестка смены эпох, перекрестка смены политик. Те программы, те установки, которые работали до этого перекрестка, они после него уже не будут работать. И одна из причин, почему есть так много трагеринговых конфликтов и разрушений на глобальном уровне, на политическом уровне, это просто потому, что энергии не в соответствии, не в соответствии с этими высокими frequенциями. Прежде всего, эти старые энергии, они не синхронизируются с теми новыми энергиями высшего порядка, которые приходят на Землю. Они как бы низменные энергии, и они не в гармонии с духовностью. Мы будем наблюдать на материальном уровне как бы разделение энергии, разделение миров. Одна – это более духовная энергия, которая приходит на Землю, и другая – это старая энергия материального мира. И вот эта старая материальная энергия, она сопряжена со всеми материальными качествами, как то зависть, агрессия, разрушение, обман и так далее. Это мир конкуренции. Это мир конкуренции. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Когда человек полагается только на свои животные качества, то он не может видеть в высокой перспективе. Поэтому мир очень нуждается в лидере, который был бы духовно пробужденным человеком. Человек, у которого была бы в гармонии его духовная сторона, духовное развитие и материальное. И ничто не ошибочно в построении нашего времени, то есть каждое событие определяет следующее событие – причинно-следственная связь. Как я уже говорила, что я посмотрела энергию действующих людей. Как я уже говорила, что я посмотрела энергию действующих людей. Среди них, к сожалению, я не увидела таких лидеров, но есть один лидер, чье духовное пробуждение, как я увидела, произошло в 2020 году. И я увидел, что у этого человека произошло духовное пробуждение, произошло раскрытие горловой чакры, и он получает божественные послания, он слышит их. Для мирового сообщества это может быть шоком, кто-то этого совсем не ожидает, но я говорю о лидере России. И поэтому этот лидер совершил революционный совершенно шаг, когда отсоединил Россию от этой мировой системы, навязанной ей. И все это мировое осуждение со стороны западных лидеров и так далее, это все осуждение, которое не имеет права на существование. От непонимания глубокого, которое идет. И президент России создает новую реальность не только для самой России, но и для множества других стран. Один из этих знаков очень легко видеть. Когда человек спиритически осужден, и когда он следует свой свой путь, не слушая ни о том, что они дадут, но когда он следует свой свой путь, вы вырисованы, вы вырисованы неправильно. Когда человек полагается на свой внутренний голос, на интуицию, на то, что он слышит от Бога, то тогда он принимает именно правильное решение, а не тогда, когда он следует навязанной ему повестке со стороны, и тогда действительно его решение ложное, ошибочное. Я вижу огромное количество осуждения лидера России со стороны других лидеров, которые сами попросту не пробуждены духовно, сами в темноте пробивают. Поэтому россиянам вообще не следует прислушаться к тому осуждению других лидеров, которые есть против лидера России. Например, когда мы рассмотрим фрукты на примере фруктов, люди стремятся сорвать тот фрукт, который созрел. И те события, которые сейчас происходят в стране, в мире, они все в конечном итоге послужат усилению и экономическому, и политическому самостоятельности России. Как государство. And the people, they only see what their mortal eye shows. This is where their entrapment. When you just believe what you see by a mortal eye, you become trapped. Если люди верят только в картинки, которые им показываются, то они оказываются в ловушке. Because this is a world of shadow. The world that we are living right now, the 3D world, it is a world of shadow. And the things that you think, the things which are like showing for you, the 3D facts, they are not the fact. Но те вещи, которые кажутся на картинке фактом, на самом деле таковыми не оказываются. Because the facts look very solid. They only appear to be solid, but it is not solid. Эти факты могут казаться основательными, но на самом деле они таковыми не являются. What the world believes to be fact, these are only the effects. То, что мир воспринимает как факт, на самом деле является всего лишь пшиком, эффектом. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Что ж, давайте поблагодарим Арчену за такое мощное послание. Спасибо, Арчена. Спасибо, вы тоже. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Поставьте ваш лайк. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok